Всем привет, с вами Кодер. И это видеоуроки по программированию на C++. Итак, в один прекрасный день я открыл библиотеку NTDOL, которая содержит в себе интерфейс native API, что означает чистая API, натуральная API. То бишь это практически то же самое, что kernel32DOL, только эта прослойка имеет более низкий уровень, то бишь она еще ближе к ядру ОС. И большинство функций kernel32 ссылаются на эту чудесную библиотеку NTDOL, так как они являются по сути только обвертками. Итак, просматривая функции, которые есть в NTDOL, я наткнулся на очень интересный метод. Называется он RTL Remote Call. Думаю, исходя из названия, понятно то, что данный метод может исполнять какой-либо shell код в чужом процессе, без какой-либо необходимости. После недолгих рассуждений я решил посмотреть его более-менее похоже на C++ код. И что я увидел? То, что он принимает кучу каких-то аргументов, то, что он вызывает также функции из NTDOL системные, которые как-то связаны с потоком и его контекстом. Я, недолго думая, решил загуглить определение этой функции, так как такой список аргументов не мало о чем сказал. И, в общем-то, есть у нас в гугле одно определение полезное этой функции. Оно описано, как видите, на сайте ReactOS, которое создано на базе ядра Windows. И в ней есть описание данной функции. Собственно говоря, мы ими воспользуем. Теперь давайте немножечко поговорим о параметрах, которые принимает данная функция. Параметр первый, это у нас handle, handle целевого процесса. Второй параметр, это у нас поток, то есть handle открытого потока. Третий параметр, это адрес кода, который мы хотим заставить исполняться. Четвертый параметр, это количество аргументов. На заметочку скажу, если укажете больше четырех, то код на исполнение просто не будет вызван. Почему? Не знаю. Указательные аргументы, которые идут друг за другом. Обращаю ваше внимание, то что для 32-битных приложений эти аргументы должны быть все по 4 байта. Если вы, допустим, закинете туда аргументы 4 байта, там 2 байта, еще 2 байта, вы просто поломаете себе стэк, и ничего у вас хорошего из этого не выйдет. Значит, пятый параметр. Отправлять ли контекст в наш шелкод? Иными словами, посылать ли аргументы в наш шелкод или нет? Тут, конечно же, да. И последний, седьмой аргумент, это заблокирован ли поток или нет. То есть, единичка, если он уже заблокирован, и нолик, если поток продолжает выполняться. Нам в любом случае нужно будет блокировать поток, чтобы получить его контекст. Сейчас я объясню вкратце вам, что действительно делает эта функция. Она берет процесс, берет поток этого процесса, меняет контекст этого потока таким образом, чтобы данный поток начал исполнять наш код. А уже в самом нашем коде мы можем решить, что делать нам дальше. Либо мы можем просто завершить поток, либо мы можем восстановить поток к исходному состоянию. То есть, чтобы он продолжил работать в штатном режиме. Это будет не так просто. Для этого нам понадобится еще одна функция, называется NT-continue. Она также недокументированная, но вкратце вам скажу, она полностью восстанавливает весь контекст потока. Как вы видите, первый параметр это контекст потока, а второй параметр это я не могу сказать точно, что это по всей видимости это какое-то уведомление или предупреждение. Этот параметр мы установим в ноль, а сюда мы передаем указатель на контекст нашего потока. Получить контекст нашего потока мы можем при помощи E-thread-context. Соответственно, перед тем, как вызвать данную функцию, нам нужно поток заблокировать или контекст, который мы получим, будет неточен. То есть, мы получили контекст в один интервал времени, а поток уже находится совершенно в другом месте. То есть, он уже выполнил какие-то операции. Поэтому, ни в коем случае так нельзя делать. Обязательно останавливаем поток. Я уже протестировал данную функцию под x86 приложениями. К сожалению, под 64-битными приложениями заставить ее работать не удалось, но в следующем видео я выложу, как все-таки заставить ее работать и с 64-разрядными приложениями. А теперь, собственно говоря, давайте приступим к коду. И по ходу написания я вам буду объяснять, что к чему. создадим новый проект. Он будет консольный. Назовем его RTL Remote Call. Ладно, без разницы. Я случайно нажал Enter, будет RTL Remote. Итак, дожидаемся чуда. Чудо произошло. Добавляем обычный cpp файл, обзываем его мейном. Для всех наших проделок понадобится нам Windows H и Iostream для вывода. Создаем стандартную для консольного приложения точка входа, то есть это impmain и возвращаем из нее 0. И что у нас идет дальше? Дальше у нас идет следующая вещь. Чтобы воспользоваться данной функцией, нам нужно получить ее адрес. Поэтому давайте для начала заведем TypeDef данной функции. прописываем TypeDef возвращает она у нас ntStatus так как мы определяем указатель функции нам нужно не забыть собственно говоря обозначить то, что это указатель. Таким вот образом. Далее нам нужно задать TypeDef ntContinue сколько же тут пробелов елки-палки что у нас ntC-sapi dql.spets.import спасибо не надо воздержусь также прописываем TypeDef не сотами манипуляциями делаем это все ровнее так и добавим маленькие нижние подчеркивания чтобы не перепутать с оригиналами итак что мы делаем дальше теперь мы просто должны получить адреса данных функций из ntdll сделать это можно при помощи функции getprocadres значит пишем rtl remote call даем оригинальное название так теперь мы делаем несложное приведение типов вызываем getprocadres так получаем handle ntdll используем макрос текст чтобы наш проект был независим от кодировки и указываем имя метода у нас такое проводим ту же самую манипуляцию с nt continue так ntdll у нас всегда будет загружено в любое win32 и win64 приложение так как это самый основной модуль и без него приложение выполняться никак не сможет итак что мы делаем далее далее я вам еще раз расскажу про нашу rtl remote call то есть еще раз описываю handle потока в чем с самого начала handle процесса handle потока адрес кода количество аргументов не может быть больше четырех если вы укажете количество аргументов больше чем четыре ваш удаленный код просто откажется исполняться это указательные аргументы которые идут подряд друг за другом и они обязательно должны занимать четыре байта то есть вы можете передать либо обычное число либо какие-то указатели в 32 битном приложении этот аргумент отвечает как я понял за как так сказать за отправку наших собственно говоря параметров то есть если вы здесь укажете false то ваши аргументы просто аргументы ваши просто не поступят функцию в shellcode и этот аргумент уже мы задаем в зависимости от того заблокирован поток или нет в нашем случае он будет заблокирован поэтому здесь будет единица собственно говоря сейчас я опишу некоторый код и потом разъясню что и как для начала заведем функцию которая будет содержать shellcode и заведем две структуры первая структура будет у нас отвечать за служебные цели то есть пользователь ни в коем случае не должен менять ее данные значит первый параметр у нас будет указатель на ntcontinue второй параметр будет контекст потока следующий параметр у нас будет messagebox то есть чтобы мы могли вызвать в нашем шоу-коде messagebox обычный messagebox так значит нам нужно завести typedef messagebox это сделать достаточно легко давайте просто введем messagebox а и посмотрим на его определение вот он наш любимый давайте его тоже за тайпдефом ой куда же я полез черт побери так превратим это кучу этого мусора в нужный нам код пусть опять пишем typedef так 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 messagebox а и это указатель поэтому забывать об этом ни в коем случае не стоит так первый параметр это у нас указатель на функцию messagebox второй параметр это handle окна третий параметр у нас будет текст четвертый параметр у нас будет это заголовок тоже 64 пускай будет и пятый параметр у нас это будет тип вот так эти две структуры мы будем передавать в наш шелкод а передавать конкретно мы будем именно указатель на них вот таким образом теперь нам нужно будет вызвать messagebox с нашими параметрами handle текст заголовок и конечно же тип и если мы хотим завершить поток то мы просто вызываем функцию exit thread но если мы хотим чтобы поток возобновил свою работу с того места когда мы его начали жестко эксплуатировать то мы должны писать следующий код мы должны вызвать nt continue передать указатель на контекст потока который был до эксплуатации и сюда ноль теперь собственно говоря нам нужно перейти к написанию кода я предлагаю получать наш целевой процесс по окну например давайте напишем код так как наш код будет работать только с 32-битными приложениями то калькулятор у нас здесь не прокатит прокатит любое 32-битное приложение то есть большинство игр большинство программ допустим запустим это закловок окна skill wheel колесо умений так давайте пропишем find window имя класса указываем ноль а здесь при помощи макрос текста пишем skill wheel так правильно написали да так если у нас не найден handle то мы выведем жалобное сообщение то что наш handle к сожалению не найден и выйдем из исполнения кода далее мы можем получить точнее мы должны получить и id потока и id процесса это можно легко сделать при помощи следующей манипуляции при помощи функции yet window thread process id она возвращает нам id потока и в качестве второго параметра принимает указательный id процесса так теперь мы проверяем эти параметры на установку и мы можем получить процесс id или thread id Так, теперь мы заводим Handler на процесс Получаем его при помощи OpenProcess Как обычно Значит права доступа какие будут нам нужны ProcessVMOperation Потому что мы должны будем вызвать Функции для выделения памяти в процессе То есть мы в него должны будем записать Наш шелкод Потом нам нужны На всякий случай права на чтение VMRead Права на запись обязательно И на всякий случай На самый крайняк Процесс Соспенд рисун Мава ли Также Получаем мы Handler на поток При помощи функции OpenThread А вот с потоками нам нужно будет все более серьезно Нам нужно будет менять контекст потока Читать контекст потока Останавливать его и запускать Значит Трэд Сет контекст Трэд Ед контекст Трэд Соспенд рисун И Трэд Сет информ Теперь таким же образом проверяем Удовольствие нам получить хендлы или нет Так После того как получили хендлы Мы можем смело выделять память под наш шелкод Адрес указываем 0 Нам без разницы в каком регионе он выделит память Размер страницы стандартный Allocation Type MemReserve Чтоб никакой Чтоб никакой другой процесс не зарезервировал себе этот память И MemCommit Чтобы мы могли пользоваться этой памятью Помимо ее резервирования Так Защита памяти PageExecute ReadWrite Также проверяем И идем потихонечку дальше Думаю стоит в целях отладки И вывести нам адрес Нашей выделенной памяти Мало ли Так Что мы делаем дальше Дальше нам необходимо Вычислить размер функции Хотя это нам даже не обязательно Мы можем наобум жмякнуть К примеру 100 байт Чтобы не вычислять В конечном итоге Когда мы соберем данную функцию в релизной Она не будет занимать более 40 байт Это точно Поэтому Точно вычислять размер этой функции Нам без надобности Сейчас заведем переменную Которая будет отвечать за размер функции Скажем Зададим максимум 50 байт То есть 50 байт Мы будем резервировать под тело нашей функции Мы конечно могли бы Вычислить ее размер вручную Но Мы сейчас опираемся на скорость выполнения кода Итак Теперь нам нужно сделать следующее Записать show код в процесс Вначале просто вызываем Write process memory Handle процесса Адрес у нас allocated memory Буфер откуда читаем Из shell кода нашего Конечно же Сколько Func size Сколько байт записано Нас не интересует Если данная функция Выполнилась успешно То Ее результат будет не равен нулю А если ее результат равен нулю То Можно смело заявлять То что нам не удалось Записать память Мы можем вызывать сразу смело Virtual Free X Удалять выделенную Высвобождать выделенную память Адрес у нас allocated memory Размер указываем 0 Так как мы передадим флаг MemFree MemFree Освобождает всю страницу целиком Так Теперь нам нужно Объявить Нужные нам структуры Это Service Data Что ты будешь делать Мы должны заполнить Эти данные NT Continue У нас уже есть Этот адрес Так и теперь нам нужно Заполнить контекст потока Чтобы получить корректный Контекст потока Мы для начала должны Указать флаги Для его получения Контекст флаг У нас должны равняться Контекст фул То есть мы Получаем полный Контекст потока Включая флот Регистры XMM Стандартные Регистры Отладочные Регистры Флаги Регистров Все это мы получаем Теперь чтобы получить Валидный контекст потока Мы должны его Освободить Пардон Приостановить Я уже заговариваюсь Капец Заблокировали поток Получаем контекст потока Неправильно пишут Что ли А что же ты будешь делать Контекст Тред Вон Передаем наш Тред И указатель На нашу структуру С контекстом Все Контекст получили Дальше мы должны Заполнить нашу структуру С MessageBox Назовем Назовем ее вот так И приступим К заполнению Хэнду у нас будет Равен хэнду окна Так Указатель на MessageBox Получаем таким же образом Как и на остальные функции При помощи GetProcAdress User32DLL Всегда загружен Во всех приложениях По одному и тому же адресу MessageBox A Так И приведем это все К соответствующему типу Так Теперь заполним наши Строковые параметры При помощи Стандартной AC функции STRCPI Значит Назначение у нас MSGBox As the caption 64 байта Размер буфера Здесь указываем строку Так То же самое с текстом Так Hello from Coder RTL Remote Call Simple Test И задаем последний параметры Это тип месседжбокса Давайте MBLog И MBM Икон Information Так Месседжбокс мы записали Теперь Как я вам говорил Мы должны передать Количество аргументов И Указатель на аргументы Идущие друг за другом То есть нам нужно завести Еще одну структуру Шелл Шелл Код Аргументы Аргументы Шелл кода Ну и в ней все у нас по стандарту идет В каком порядке мы Принимаем аргументы в нашем шелл коде В таком порядке мы должны описать эти параметры в этой структуре То есть в каком порядке принимаем В таком порядке и описываем Вот так как-то Ох 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 Далее нам предстоит следующее Нам нужно эти самые аргументы будет записать в память Для начала давайте Вызовем уже эту функцию RTL Remote Call Передаем хэндл на процесс Хэндл на поток Значит Allocated Memory Это адрес нашего шелл кода Количество аргументов 2 Так давайте Создадим экземпляр этой структуры Передаем указатель на наши аргументы Дополнительно приводим Типу play и long Чтоб студия не ругалась Пас контекст единичка Allradius suspended тоже единичка После вызова этой функции Мы должны возобновить наш поток Чтобы он начал выполнение нашего шелл кода Так и чтобы наша программа Сразу же не завершилась Давайте вызовем ECHAR И Выведем результат Результат Который вернет нам Эта функция Теперь нам необходимо Записать наши аргументы в память И причем Мы должны заполнить еще поля с указателями Обязательно То есть они должны указывать на корректный регион в памяти Значит Что я предлагаю сделать Вначале запишем Указатель на структуру смешивания с боксом Так как бы это получше реализовать Я вот думаю Сейчас Годи Что я за притнесу Нам же проще вначале указать На сервис даты Значит он у нас будет равен AllocatedMemory Плюс размер функции Там мы и будем располагать наш код AllocatedMemory Приводим к size t И это все Приводим к void Звездочка Так где наш function size Так а стоп что я творю Это же у нас указатель на сервис даты Значит к нему и приводим Так далее нам необходимо прочитать указатель на messagebox tract Это тоже сделать довольно просто Это будет равно Arx ServiceData Указатель на сервис дата Плюс Size of ServiceData Так Таким же макаром делаем Приведение типов Только здесь MessageBox tract Вот и все Следующее что мы должны сделать Это записать эти две структуры в память Вызываем в write process memory Наш процесс Куда записываем Записываем мы В аргументы ServiceData Значит Передаем указатель на нашу структуру ServiceData Указываем ее размер ServiceData Так и этот параметр 0 Нам не интересно Так здесь Производим Аналогичным способом Только запись MessageBox Таким образом мы Произведем запись Наших структур в память И На эти структуры Уже будут указывать Наши указатели Потом эти Потом эти указатели Попадают В наш шелкод И он начинает Исполняться Давайте сбилдим Наш код Посмотрим Есть ошибки Может есть Ага Ох елки-палки Что я понаписал Ё-моё Ё-моё Сюда процесс Иди Сюда Тред Иди Собираем Запускаем Наверное Наш код Поставим На всякий случай Брейкпоинт Я вам хочу Показать Как это все Будет работать В дизассемблере Так Если НТ статус Установлен Как 0 То Это означает Статус Сокес То есть Все произошло Успешно Давайте Запустим Читэнжен 32-битный Подключимся К процессу И перейдем По адресу Ух ты как Не к тому Подключился Вот Вот он Наш Шелкод А потом Уже Идут Какие-то Наши Аргументы Так Мы ставим На него Брейкпоинт Снимаем Программу С бряка Итак Наш Шелкод Сработал Сразу говорю В некоторых Случаях Он может Не срабатывать Так как Операционная Система Windows Потоки Которые Простаивают Просто Переводят В режим Ожидания Чтобы Поток Сработал Вам просто Необходимо Будет Развернуть Это окно И у вас Тут же Сработает Брейкпоинт Значит По логике Кода Как вы видите В ECX У нас Должен Должен Положиться Указатель На наш MessageBox Тракт Так как Это Именно Наш Самый Первый Кол Видим В ECX Переходим По ECX И смотрим Что у нас Тут Пожалуйста Адрес Нашего MessageBox Хэндл Нашего Окна И пошли Наши Строки То есть Идет Загрузка Строк Кладем Нашу Строку В Стэк То есть Она будет Передана В вызов Загружаем Вторую Строку Тоже Кладем Ее В стэк Потом Мы Уже Считываем Наш Хэндл Окна То есть Это Здесь У нас Идут Параметры В Ассемблере В обратном Порядке То есть Вначале Мы Утайп Положили В стэк ЛП Капшн Положили В стэк ЛП Текст Положили В стэк И теперь Кладем Хэндл В стэк Так Так А теперь Мы В Я Кладем Адрес Функции Вот Он Сейчас Произойдет Вызов Так На всякий случай Посмотрим Тут Брейк Еще Один Нажимаем F8 И Пожалуйста Наш Код Выполнился Hello Chrome Coder RTL Remote Code Simple Test Нажимаем ОК Идем Дальше Тут Мы Кладем Наш Ноль Пожалуйста Так Здесь Мы Загружаем Наш Контекст Потока Он У нас В EIX Сейчас Можно Перейти Посмотреть Даже То есть Смотрите Первая Цифра 1007 Так А я Уже Снял Что Либо С Брейка Не Пойму А я Даже Не Ставил Отлично К сожалению Проверить Так Это Или Нет Мы Сможем Только Продолжить Выполнение Программы Если Контекст Мы Положили Неверный То Наша Программа Просто Рух Итак Таким же Образ Мы Получаем Адрес Нашего NT Continue Сейчас Он Окажется В EIX Можно Перейти И Посмотреть Так Переходим Дальше Выкладываем EBP И все Наша Программа Выполняется В штатном Режиме Дальше Мы Можем Проделать Это Сколько Угодно Раз То есть Мы Снова Запустим Вот У нас Выскочил MessageBox Таким Образом Мы Заполняем Свой Шелкод На исполнение В совершенно Другом Приложении Без Создания Собственного Потока Единственное Что нам Нужно Делать Это Просто Записывать Аргументы Чтобы Убедиться Что это Не только На этом Приложении Работает Давайте Запустим Еще Какое Приложение Как 32 Битное Например Вот Это Вот Чудо Так Нам Заголовок Окна Наверное Не Выйдет Хорошо Мы Тогда При помощи WinSpy Скопируем Давай Что Что Не Открываешь Зараза WinSpy Нету Просто Spy Может Да Просто Spy Так При помощи Этого Окна Мы Находим Так Так Caption Win MD5 Ищем Наше Окно Не Может Найти Хорошо Оно У нас Здесь Копируем Текст Окна Я Надеюсь Что Оно У нас 32 Битное Это Мы Легко Можем Проверить Да Оно У нас 32 Битное Адреса 32 Битное Отлично Значит Здесь Мы Просто Меняем Заголовок Окна На этот Запускаем Приложение И Пожалуйста У нас Выскочил MessageBox И Здесь Для Наглядности Повторяем Снова MessageBox Приложение Полностью Работает То есть Вот Возьмем Добавим Текстовик Пожалуйста Все Работает Итак Большое Спасибо За просмотр Всем Удачи Программирования На C++ Пока Продолжение следует